здорово не было так сказать особи мужского пола секта какая-то до этих сек там уже миллионы ты вот попал в одну из них мы тоже мы реально ставим да и вот так потихонечку помаленечку можно привет друзья это 6 выпуск подкаста взгляни иначе сегодня мы обсудим тему внутреннего одиночества и как бог способен ее излечить сегодня у меня в гостях артем санкин я думаю мы есть что тебе рассказать здорово уже как бы ну мы тоже мы реально ставим до начнем с того с какого возраста ты начал служить так как ты тоже являешься с детства верующим человеком ты как бы ходил в церковь но поспрашивая людей мы поняли что то что твои родители являлись или являются верующими это вообще не дает никакой гарантии что человек тоже переживал божье присутствие ребенок в том числе и с какого возраста у тебя что-то перещелкнуло когда ты почувствовал первый раз бога или просто год решил взять ответственность служение и ты понял что тебе это правда важный а что ты не заложник образу жизни своих родителей так но служить я начал по моему с года двадцатого как раз да начал какую-то более активную жизнь верную в церкви потому что надоело вот эта мирская суета и я замечал что как бы начала тянуть к себе я постарался отдалиться таким образом что прийти в церковь и как-то ну проявить себя даже в том что мне не нравится и как раз таки этот момент у нас не было медиа структуры в подростковой церкви и на какой-то совет меня по он пригласили и я решил просто начать это потому что этого не было но изначально конечно это начинал не потому что я наверное горел этим а потому что этого просто не было и так хотя бы как-то себя проявлю но вот до сегодняшнего дня я также снимаю и не наверное стало больше нравится это делать чем когда я начинал потому что я ну как-то больше этому времени стал в плане уделять то есть я какие-то видео смотрю чтобы наша структура не застаивалась вот в этом моменте ну вот начал наверное года два уже то есть ты начинал по сути один а сейчас у вас уже есть команда полноценность который отвечает за каждую ну то есть за каждый какие-то дано потихонечку помаленечку развивается но помаленечку конечно это тоже слабо сказано за два года мы в принципе я думаю сделали очень много и в принципе сделали почти все что могли ну да начиная когда мы ну я помню я состояла фотографировала на свой телефон служение да и снимали какие-то отрывки видео потому что но нужно было как-то показать то что нас еще в принципе и служение а сейчас у нас уже есть прямые трансляции фотографии инстаграм и различные вот такие вещи очень да такое сильное развитие произошло такой вопрос хотела тебе задать часто ли ты сталкивался с тем что ты не находил единомышленников в кругу церковных ребят и ты чувствовал сильное одиночество внутри за это потому что я помню что когда даже буквально два года назад у нас было намного меньшее количество человек в церкви не было так сказать особи мужского пола ну в плане единомышленников да я их и бывает сейчас не могу найти но что заметил именно что поменялось так это допустим года три назад если я не замечал каких-то единомышленников или ли которым как бы я нравлюсь вот такой какой я есть то я начинал уходить себя то есть вот я никому не нужен там лучше я пойду в мир обратно у меня там легче там все друг другу вру там лицемерят и как бы я думал что это такая хорошая картинка но потом вот в декабре наверное в январе когда у нас прошел выезд но я начал задумываться тоже меня всегда вот эта мысль как бы тревожила в плане друзей общения я постоянно и задавался на протяжении года ну лет трех и вот в январе после выезда для меня все немного по-другому открылась там я понял что если мне не получается залазить какой-то ну компании одной я иду в трубу и стараюсь когда там общаться то есть я не стал искать себе единомышленников потому что я понимаю что каждый человек абсолютно разный и почти нереально будет найти абсолютно такого же как ты и поэтому я начал просто принимать то что люди такие какие они есть у каждого свои интересы и с какой-то стороны начал даже углубляться в интересы других людей чтобы мне легче было с ними общаться и вот так потихонечку помаленечку с января но я замечаю что я как-то более открылся наверное и в миру у меня стали друзья появляться но я стараюсь миру не общаться на их территории то есть о каких-то темах я им заранее говорю о том что вот я вот верующий да что я сразу какие-то допустим условия ставлю и если они как бы готовы их принять то это круто но если они не готовы их принять то я соответственно не откажусь от этого общения с ними я просто буду показывать своим примером что вот я христианин и люди будут меняться и у меня даже не ведешь на компромисс да и у меня есть примеры такие что вот там есть тоже пару друзей и они давно знают о том что я верующий и вот когда мы общались получается до того пока я не рассказал о том что мы верующий у нас было прям я сказал идеальная дружба потом когда я рассказал о том что я верующий соответственно они как-то начали с презрением на это смотреть что ли типа вот секта какая-то до этих всех там уже миллион и ты вот попал в одну из них но со временем они как-то подутихли и сейчас вот я вижу что мой пример как христианина на них влияет они перестали материться они отказались там от многих вещей в плане алкоголя всего вот этого и вот как раз таки чем я веду что как я ушел от написано если хочешь быть дружи если хочешь иметь друзей то сань сам дружелюбным я эту это местописание стал использовать очень часто просто на самом деле это правда действенный способ когда тебе плохо просто начни помогать людям у которых такая же проблема и ты поймешь что ты как будто в этом действии ты найдешь ответ для себя и на и наш как будто сам себя вытащит из этого дна это яма вот в настоящее время ты чувствуешь себя одиноким на самом деле знаешь вообще нет потому что я очень рад потому что мне уже надоело это чувство одиночества я если он если начинаю чувствовать то я стараюсь его максимально пресекать это во первых говорю то что господь одиночество не от тебя и даже если я чувствую себя одиноким среди людей я понимаю что со мной есть бог и поэтому я стараюсь чувство одиночества максимально отдалить от себя чтобы обратно не уходить ни в какие депрессии и так далее очень часто дьявол когда он не может сломить нас физически не может сломить нас какими-то ситуациями он начинает морально на нас влиять потому что я говорю так человек который очень похожа ситуация потому что чувство одиночества она в принципе часто преследовала меня но это тоже было какое-то пророчество я прочитала о том что когда ты чувствуешь что ты в депрессии чувствуешь ты не хочешь видеть людей то это наш как дьявол пытается с вами в том что на самом деле является твоей сильной стороной потому что нам кажется дьявол он приходит как-то в обыкновенном способе нам не знаю забирает у тебя там знаешь какие-то обстоятельства делает нехорошего прям явно нехорошие на самом деле сейчас дьявол действует немножко по-другому он действует как раз таки через депрессии через самокопание саморазрушение потому что если раньше будут другие методы да там люди приходили через репцентр в церковь сейчас у подростков культ того что они совершают массово суициды потому что они просто не справляются с тем что у них голос в голове просто вот от этого состояния депрессии и одиночества ну да я вот тоже задумался через этого момента и я все-таки думаю что даже это больше не дьявол делает делаем мы сами я вопрос через это приходит то есть и мод он как он всегда наблюдать за нами также как господь но господь именно наблюдает чтобы как-то помочь нам и видит на себя лучшие качества даже если убить какие-то плохие на это не обращает внимание на дьявол если видит плохие качества он будет всегда стараться зацепиться за них и вот такие качества и вот такие моменты как депрессия очень легко ему хватит за это потому что сейчас даже не брать или церковь брать мир то там как не послушай каждый второй подросток у меня депрессии у меня да у меня все так биполярный раз да умеетом биполяркой там и так далее и дьявол за это всегда будет хвататься потому что ему легче через это будет увести конечно что стоит у тебя сейчас на первом месте в жизни хороший вопрос но но первоначально конечно я понимаю что сейчас будет лето это наш будет выезд где будет 1000 подростков и наверное это как бы главное сейчас наверное цель даже несмотря на то что мне там заканчивать 11 класс учеба я как-то это вообще отбросил я уже не волнуюсь в счет этого я понимаю что просто впереди более глобальные цели нежели это когда ты отдаешь это доверяешь богу и выбираешь его на самом деле что касается вот школу экзаменов он начинает все устраивать потому что обычно когда человек говорит я не пришел воскресенье в царь потому что у меня там нужно было готовиться к экзамен чаще всего он его проваливает это как такой не знаю закон я помню когда у меня я в прошлом году сдавала эгэ и в понедельник у меня был русский а в воскресенье я пришла в церковь и я помню я вообще к русскому не готовилась но я прям такая понимала что господь только ты мне поможет и все сдать и так и случилось экзамены я сдала просто как не знаю я не понимаю каким образом это подмешались эти варианты сейчас такие баллы потому что то как я готовилась это вообще оставляла желать лучшего нам просто важно вот именно доверять богу в таких даже мелочах то есть первоначально тебя сейчас стоит это конференция которая кей а в плане вот какой-то такой глобальный что там не знаю карьера семья там не знать девушка ну что-то из таких моментов как ты думаешь что тина не знаю пока на что-то не задумывался как ну карьера знаю да как все бог устроит так все и будет как бы я просто на него полагаюсь я стараюсь на как-то у нас очень дальние сроки строить ничего то есть живу этот день следующий просто с богом и все как ты считаешь бог добрый сто процентов то есть у тебя есть какая-нибудь ситуация где ты осознал бога как в качестве доброго вот наверное как ранг когда у меня и вытащил с одиночества потому что он дал вот это вот я бы сказал такое маленькое пророчество насчет того как не быть одиноким и но я думаю показал свою доброту в этом плане какая твоя самая большая мечта если конечно быть занялась да я часто об этом задумался но почему-то так не знаю не дал ответ ну вот чтобы я не знаю что так и сейчас говорить ну наверное построить свою жизнь так и будет угодно господу и это понимаю вопрос плана в ближайшие пять лет мы тоже живем настоящим вопроса зрителей он немножко такой размытый не четкий просто твое видение как ты представляешь рай как понимание рай и как ты думаешь попадешь ли ты думаю попаду конечно лучше надеяться на лучшее как я увижу но я вижу его светлым вижу то что там очень много душ ушедших отсюда которые поклоняются господу бесперерывно ну и ненавижу белый золотым вот таким всем ну то есть как так более как в фильмах да показывает такое облака золотые какие-нибудь ручки все хорошо и сейчас вопросы blitz я задуете вопрос ты отвечаешь односложно не объясняю почему любимый стих из библии вот и она 316 мечта который вложил бог поднять медианую структуру какой сезон с богом проходишь сейчас учение с каким персонажем из библии ты себя ассоциируешь на первых голову яков приходит все спасибо